И снова всем здравствуйте. Сегодня 11 марта. С утра позвонили с администрации Аджинькинского района. Приглашали к себе в администрацию по поводу благоустройства ЖКХ. Я отказался к ним ехать и мы с ними договорились встретиться на проспекте Шахтеров около Сбербанка. Вот сейчас иду туда. Посмотрим, что они мне будут там рассказывать. Видно будет. Вперед. Здравствуйте, Анатолий, да? Да, здравствуйте. Я Александр Геннадьевич. Я знаю, что вы Александр Геннадьевич. А я Анатолий Николаевич. Хожу вам, показываю, как бардак уходит здесь. Вот бабушке, скажите, пожалуйста, здесь вам нравится ходить? Знаю, что не нравится, а идти-то надо. Правильно. Вот администрация, скажите что-нибудь им. Да что, такая скота, ее не пройдет, не проехать, не пройти. Здесь они хоть и просыпали, но это вообще ответственность до торговых точек. Не толку, что просыпали. Люди проходят на обувь. Падают. На обувь попадают и потом все. Сейчас будем предписание делать торговым предприятиям, потому что это их зона ответственности. Так тротуар же относится к городу. Как кто вам сказал? Нет? Нет. А почему так? Потому что у нас не все тротуары относятся к контрактным. То у нас, допустим, регион-сервису, у нас есть те тротуары, которые в них не входят. Тут дело в том, что я здесь живу в районе уже лет 8. Я знаю. Откуда? Ну, раз вы здесь живете, ходите по району. Я говорю, лет 8 всего живу. Здесь больше 10 лет, говорят, не чистилось вообще. Не я говорю, люди говорят. Где не чистилось? Вот здесь. Вот именно этот тротуар. Но этот тротуар, он не входит в муниципальный контракт. У нас, допустим, дороги и тротуары. Входят в муниципальный контракт. Те, которые входят. Вот этот не входит. Поэтому здесь по благоустройству торговые предприятия, все коммерческие, Сбербанг, они у них 20 метров, они от себя должны чистить. А вы, я говорю, вы же к нам не обращаетесь, вы просто ходите. Я просто показываю весь этот беспорядок. Я говорю, для быстрого решения вопроса у нас есть телефон горячей линии. Вы запишите его на всякий случай себе. Поговорить. 32-04-66. Я понял. У нас он круглосуточный. Ну, потому что мы, допустим, ЖКХ, мы не всегда можем находиться на месте. То там где-то авария, нам туда надо выезжать. Кто-то обратился, что с теплом проблема, мы туда выезжаем. Все, я понял. Ну, давайте пройдемте, я вам покажу, кое-что. Или вы сами без меня все это знаете. Я знаю, вот мы вот проходили, вот по этому тротуару мы проходили, да, вызывали всех коммерсантов, коммерсантов вызывали. Ну, и они начинали, вот мы, часть тротуара входит в муниципальный контракт у регион сервиса. Это вот начало, вот так, от конечной остановки, да, и до это самое, до свородка к 34-м дому. А вот внутри там вот к садикам, к больницам вообще ничего не чищено. Мы в рамках социально-экономического уже прочищали его, в рамках социально-экономического. Это вот мы с коммерсантами договариваемся, да, помогите. Я вам сейчас покажу один участок вообще не чищенный. Вообще, вообще, не было там тракторов никогда. Ну, он не входит в контракт, я говорю, это мы в рамках социально-экономического чистим. Должен же кто-то хозяин быть этого участка. Ну, если бы все должно было, был коммунист. Правильно? А вот улица Шолохова, смотрите, улица Шолохова, да? Да. 5. Напротив, Сизых, 8, на Сизых, Братьев Сизых, 7. Пешеходный переход. Стоит лужа в данный момент, сейчас. А вот почему, значит, стоит лужа там стоит? То, что снег тает. Нет. Нет, не только то, что снег тает. Вот если у нас, допустим, здесь по проспекту Шахтеров, если у нас, допустим, есть ливневые канализации, да, куда вот этот тающий снег. Я понимаю, о чем уходить. Так, а почему его нету-то? Потому что. Так надо делать. Так застраивали. Ну, а для того, чтобы построить, вы знаете, как строится ливневая канализация? Да мне без разницы, как она строится, она там должна быть. Вот, смотри, вообще ни подсыпки нифига нет. Ну, потому что, я говорю, он не в обслуживании. И то, вот, видите, трактор проходил, прочищал. Трактор прошел, прочистил. Ну, как людям-то ходить? Как, сколько можно бошки бить? А ты скажи, за чей счет? Да мне без разницы, за чей счет это-то будет. А, ну, понятно. За счет того, что сколько угля вывозится с города, с района, с области, с Кузбасса? С района они вывозятся. У нас нет ни одного угольного предприятия. А куда они вывозят? Это находится у нас в заводском районе. В Куйбышевском районе есть разрезы. В заводском шахты. У нас раньше было... Ну, в Кузбассе не вывозится. Пять шахт, которые относились к нашему району и закрыли. Осталась одна абашевская шахта, которая находится на консервации. Все. Вот и все предприятия нашего района. Вот эта вот дорога между садиком и вот этим домом, она вообще не чистится. В больницу. Я вот ходил сколько раз в больницу каждый раз, каждый год хожу. И зимой тут ходить в караул. Тут асфальт уже сравнялся вместе с тротуаром. Сама проезжая часть. Правильно, если бы нам был, если бы в контракт был со включался, как бы хорошо было, вот так вот пойдем. Тут понятно, я вам просто сказал, что здесь как есть. Вы сейчас отсюда просто увидите. Ну, я и так знаю. Так зачем тогда нам вот эти все похождения? Если вы все знаете и все остается так же, как есть. Мы по мере сил и возможностей, мы же не боги, что вот раз и у меня трактора не стоят, у меня нет их. Если бы у меня трактора бы были, трактора бы работали бы и работали. У меня их нету. Видите, все на одном уровне. Что асфальт, что тротуар, что проезжая часть. Все. Машина под машинами ямы и асфальт внизу. Если никогда не убирается. Да, вот машина мы можем на тысячу наказать. Вот как бы не сойти по этой тропинке. А если когда снежище выпало. Я вам и говорю, что проблема. Мы вот хорошо, что школам прочистили. Помогли. Да не внимательно. Не совсем уж так прочистили. Вот просто подъезд сделали. А вот сейчас свернем вправо и увидишь, что там вообще никогда не чистилось. Во дворах. Почему снег-то со дворов не вывозят? Стоп, стоп, стоп. Вы собственники жилья. А вы почему не хотите вывозить снег? Вы же собственники жилья. Правильно? Вы живете в квартирном доме. Это решается у вас на собрании. А вы не хотите вывозить. Потому что вам жалко денег. Правильно? Как это так? Мы же платим за что-то же. Стоп. А за что вы платите? За все. За все? За вывоз снега вы платите? Нет, за вывоз снега вы не платите. Так, стоп, стоп, а почему раньше-то вывозилось все? Год назад, два года назад все вывозилось, три года назад вывозилось. А в этот раз все, как отшептали бабки. Решайте на своем собрании. Потому что, чтобы вывезти снег с вашего двора, я скажу приблизительно, сколько это будет стоить. Сто тысяч. Вы думали, что, за бесплатно все делается, что ли? Так не бывает. Вообще-то надо ни за что платить. Вообще никому ни за что платить. У нас нет... Нет, нам не надо. Вы нам на территорию сложите на нашу снег, и пусть он этот снег бежит, лужица сдаёт. Они хотят убирать. Вот живой участок. Такой вот этот? Это вообще самая тропа вообще? Она асфальтированная. Асфальтированная. Да, она вот здесь вот идет. Она асфальтированная до самого конца. Я знаю. И там даже от которой ограждение, их уже не видно, они под снегом. Здесь вообще никогда трактор не ездил. Ну, правильно. Я вам говорю, что это не по обслуживанию. Так сделайте кто... А кто обслуживает-то? Собирайте коннитель, всё это собирайте и доказывайте как-то. Мы уже пытаемся доказывать всякое разное, блин. Не хотят? Лишайте лицензий. Ну, а кому-то или что там у них есть. Это у нас управление дорого коммунального хозяйства. Это их контракт. По уборке вот этих тротуаров, общественных территорий. В общем, вопрос. Здесь не подсыпано. Ребятишки от школы. Ну, я говорю, ну, где-то этих тротуаров во обслуживание. А куда они делись-то? Зачем-то данным эта администрация? Зачем там такой штаб-то большой содержать? Если никто не на что не отвечает ни за что. Хозяина нет ни у кого. Нет, часть тротуаров есть в обслуживании, а часть нет. Очень плохо. Вот если бы всё входило, вот у нас, как улицы частного сектора, где контейнерные площадки стоят, где завоз воды, тут те улицы обслуживаются. А там, где нет, тут не обслуживаются. Вот в чём вопрос. И это вот сейчас в любой двор заходи и так же будет. Точно так же. Ну, во двор это управляющие компании и жители. А кто вам мой номер телефона дал? Ну, а вы как-то обращались и там высвечивают в основном? Да? Как-то обращался. Это же мои персональные данные. Откуда они у вас и взялись. Ну, туда не пойдём. Там я вам сказал, что там точно лужа до сих пор. Я вчера постоял, по-своему хотел перейти, пришлось обходить. А вот, между прочим, знаешь, почему там нет ливнёвки? Не знаю. Вот там ливнёвка идёт у вас, вот как раз от пятого дома, от угла. От угла. Пошла ливнёвка. И пошла она по 40 лет победы дальше. А вот здесь вот, в плане, в плане, когда строили вот эту дорогу, ну, ты-то здесь мало живёшь. Семь лет, семь лет вот здесь лужа стояла. Да, это нет. Нет, и когда строили эту дорогу, соответственно, строились дома, ездила техника, ну, ты сам понимаешь, панелевозы, строительная мощная техника. И, короче, пока дорогу ещё не сдавали, было ещё пока отсыпано доминым шлаком, не сжимайкой. И они ездили, ну, соответственно, пыль. Люди сказали, что тут пыль? Они говорят, у нас в проекте там ещё Мартин был, это ещё при Мартине было. Он говорит, там в проекте ливневая канализация должна быть. Не надо нам ливо, заасфальтируйте нам. И вы такие умные взяли и всё засортировали. По желанию жителей, блядь. Если бы не было столько много обращений по желанию жителей, потому что вот эти все крайние дома, они все жаловались. Мы заколебались дышать пылью. Вот, видишь? А вот если бы вот сейчас и проблем бы не было, понимаешь? А ливневка должна была бы идти, вот она всю шолоховая и туда уходила. Смотри, так 20 лет уже, как Мартина, нету с лишним, наверное. Около 20 лет Мартина нету. Уже кто только здесь не был, а ливневки до сих пор нету. За 20 лет-то можно было уже ливневку построить? Да, мы уже сколько пишем, пока. А писать нужно до бесконечности, нужно делать. Нужно выделять деньги и делать. У нас нету денег. У нас деньги выделяет нам город только. В администрации районных нету денег. То, что выделяется, то лимиты на определенные какие-то мероприятия. Вот, на освещение нам выделили. Мы хоть к школам сделали освещение в этом году. Видишь? В общем, на каждый вопрос есть от корячка. Денег нет, денег нет, все, отвяжитесь от нас. Да, почему? Ну, так получается. Мы все равно, как говорится, лежачий камень вода точит. Правильно? А если вообще сидеть и... А, ну все равно денег нету, давай ничего не будем делать, да? Даже писать не будем. Не будем. И вообще тогда ничего не будет, правильно? Вот это, простяк, шуфтеров 30. Я уже сколько раз про нее писал, и тоже бесполезно. Вот здесь наглядный пример, что проезжая часть, что тротуар, тротуар даже чуть повыше. Все вместе. Не раз не проезжала. Вообще во всех дворах вот такой бардак. Во всех. Дворы-то, придомовые еще чистится. Вот посмотри, видишь? Двора-вотер здесь недавно почистили. Если в раньше числе 2-3 раза в год, сейчас один раз все почистили. Один раз всего. Ну, в этом году, конечно, и снегу много. Взимая снежная еще хуже, чем... Мы думали в том году снега было много. Но в этом еще больше. Просто ужас. В Казахстане до сих пор, Валя, сейчас мне звонили. Да. А вы, кстати, почему без подарка? Вы же знали мой номер телефона? Вы посмотрели там день рождения у дедушки сегодня? А, нет. Ну, минус вам. Я же не знаю информацию. Вот телефон будет где? Телефон А. Как ты сказал, личные данные же нельзя? Ну, а нашлись же личные данные. Телефон же нашелся. Нет, ну, телефону дам кузбассу, а я не усвечу. Все, в суд подам. Ну, так. Никто же не хочет, я же говорю, население. Вот, пожалуйста, вчера они его здесь корячили свои эти, с ребятишками санки. Говорю, давайте писать. Он говорит, надо много народу. Нет, ну, он тоже, я говорю, вот магазин. Вот видите же. Лучше, потому что если будет горка, все головы разобьуты. А проще проехать трактором. Ну, проще проехать. Вот магазин вот, вот у него территория, вот видишь, это же магазин не чистят. Они почистили первый день вот до этой опоры. Дальше не было чистить. На следующий день они чуть подальше почистили. Все же зависит техника, насколько договорились. Ну, все. Дальше я не пойду, дальше вы все знаете. Ладно, давайте счастливо. Приятно было познакомиться. На, Александр Геннадьевич, работайте. Да.